Вопрос. Когда приближается благословенный месяц Рамадан, ученые среди нас раздают бращурки, в которых есть разъяснения о посте и о том, что его нарушает. В одной из них было сказано, что пост портится у того, кто проглотил мокроту или слизь, и у того, кто вставил палец в ухо. Верно ли это? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых, ученые, да помилует их Аллах, в вопросе, нарушается ли пост, если постящийся проглотит мокроту, придерживались разных мнений. И верным является то мнение, что говорит о верности поста, так как мокроты и слизь не являются пищей или питьем. Шейх ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал, если ученые разногласят, то необходимо вернуться к Корану и Сунни. Если есть сомнения в том, портится ли какое-либо поклонение или нет, то необходимо придерживаться основы, а основой является то, что поклонение не нарушается. Опираясь на это, можно сказать, что проглатывание мокроты и слизи не нарушает пост. Важно, чтобы человек не пытался вытянуть мокроты из горла в рот. Если же мокрота попала в рот, то человек не должен ее глотать в любом случае, постящийся он или нет. Что же касается нарушения поста, то для утверждения этого необходимо доказательство, которое было бы доводом человека перед Аллахом. Смотрите Мадьму Аль-Фаттаву, том 19, страница 356. Он, да помилует его Аллах, также сказал, что касается мокроты, то она не нарушает пост, даже если она достигла рта и человек ее проглотил. Пост это не нарушает. Но человек не должен глотать ее, так как ученые запретили это, ведь мокрота и слизь – нечто грязное и неприятное, и человек не должен глотать подобное. Смотрите Лика Уль-Бабель Мафтух, номер 153. Во-вторых, что же касается введения пальца в уши, то это категорически не нарушает пост. Даже если человек закапал в уши воду или лекарство, а после обнаружил вкус лекарства во рту, это не нарушает его пост, так как отсутствуют доказательства, указывающие на это. Аллаху ведомо лучше.